Свет из космоса. Вечером в среду кировщине наблюдали пугающее и захватывающее зрелище. Над городом по небосводу пронесся неопознанный объект. От яркой вспышки на несколько мгновений стало светло, как днем. Жители испугались. Многие думали, что летит ракета или падает самолет. В социальных сетях пользователи строили догадки, что же случилось, пожар или взрыв. Некоторые даже предположили, что началось вторжение инопланетян. Алексей Иванов в своем материале проверил все версии. Неопознанный объект пронесся по небосводу вечером среды 17 ноября. Кировчане возвращались домой с работы и увидели яркое свечение. Полет небесного тела длился несколько секунд и попал на камеры видеорегистраторов. Свидетелями этого события стали жители из соседних регионов – Удмуртии, Мариэл и Пермского края. Кировчане в социальных сетях обсуждали это событие. Зрелище было завораживающим, но и пугающим. Тоже видел. Думал, самолет падает. Ехал у рынка, думал, ракета на чистые пруды летит. Да, видела вчера, что-то пролетело. Ждала, хлопнет, как в Челябинске или нет. Большинство пользователей догадались, что это метеор. Сразу вспомнили события в Челябинске. Там в 2013 году упал метеорит. Произошел взрыв эквивалентом в несколько тысяч тонн тротила. В городе и окрестностях выбилось стекла, пострадала около тысячи человек. После падения Челябинского метеорита, местные жители и любители всего неопознанного отправились на поиски. Камень из космоса нашли в одном из озер. Съемочная группа Первого городского канала отправилась в музей космонавтики, чтобы разобраться в Кировском метеорите и узнать, куда он упал и стоит ли его искать. Работники космического центра рассказали, была ли опасность для кировчан. А вот поток Леониды вчерашний – это созвездие Льва. Вот отсюда и название Леониды, от слова Лев. Вот созвездие Льва, вот радиант этого потока, из которого как бы вылетают метеорные тела. Опасности для Кирова, да и для всей планеты Земля не было. Это небесное тело называется болид. Он сгорел в верхних слоях атмосферы. Получилось красивое и захватывающее зрелище. Такие события происходят нечасто. А случаи Челябинским метеоритам еще более редки. Подобные происходят примерно раз в сто лет. В Кирове есть настоящее космическое тело. Скорее всего, это осколок Сихоте-Алинского метеорита. Он упал на Землю в 47-м году прошлого века на востоке России, в Приморском крае. Сейчас осколки этого метеорита есть во многих музеях России и мира. Метеорный поток, частью которого был вчерашний болид, на самом деле еще продолжается и продлится несколько дней. Вчера был его пик, поэтому кировчане смогли увидеть красивое зрелище. Также в ближайшее время ожидаются и другие занятные астрономические события. 19 числа будет лунное затмение, правда мы его не увидим с вами. А вот в декабре нас ждет метеорный поток Геминиды. Это очень известный поток, который будет в созвездии Близнецов. Можем его наблюдать при условии хорошей погоды. Алексей Иванов, Дмитрий Бритвин, информационный канал Город.